Hello! Всем здрасте! Сегодня с вами постараемся ответить на вопрос, как подготовиться к сдаче ЕГЭ по английскому языку за один год, возможно ли вообще это, какие есть способы эффективной работы и подготовки к самому экзамену. Ну что, поехали! Первое. Ответ на вопрос, возможно ли вообще подготовиться к ЕГЭ по английскому за один год. Да, возможно. Но здесь есть определенные нюансы. В первую очередь необходимо поставить цель и понять, на какой балл вы рассчитываете. И важно знать ваш уровень языка. Из этого и будет складываться дальнейшая стратегия работы. Также немаловажным аспектом в подготовке к экзамену является ваша личная работоспособность и ваша память. Важно понимать, что первый и неотъемлемый способ эффективной работы и подготовки к экзамену – это регулярные занятия. К сожалению, ничего не отменит постоянных занятий и тренировки. Соглашаясь готовить ученика к ЕГЭ по английскому за один год, я всегда даю понять ему, что я не в состоянии дать полный объем знаний, которые я получила за годы учебы в школе, годы занятий у репетитора и за пять лет института. Естественно, это очевидно, и каждый разумный человек должен осознавать и понимать это. Все, что я заявляю, это то, что я смогу подготовить к конкретному формату, то есть смогу подготовить к конкретной сдаче данного экзамена. Все дело в том, что все же, несмотря на то, что объем знаний для сдачи данного экзамена должен быть достаточно обширным, но задания все же однотипны. И всегда есть первый момент удачи в тестовых заданиях, когда у человека просто отличная интуиция, и он может правильно давать ответы. Это никогда нельзя сбрасывать со счетов. Экзамен есть экзамен. Второе, об этом я уже говорила в предыдущих видео, это подготовка схем для раздела письма, как для самого письма, задания С1, и для сочинения, задания С2. Все это возможно и реально, а также это упрощает сам процесс сдачи экзамена и повышает количество баллов, которые вы получите в конце. Следующим пунктом для подготовки ЕГЭ за один год является выбор преподавателя. Обязательно необходимо заранее об этом подумать и подыскать себе человека, которому вы будете доверять. Это первое. Второе, он должен вас устраивать, естественно, в финансовом вопросе, потому что, естественно, родителям приходится оплачивать ваши занятия, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов. На мой взгляд, все же для тех, кто готовится к экзамену за один год, и те не заниматься один на один. Но сейчас есть масса удобных сервисов, которые позволяют готовиться за меньшие деньги, потому что частное преподавание, естественно, стоит гораздо дороже, чем занятия в группах. И зачастую занятия в группах также приносят результаты. Это я не могу сбрасывать со счетов. Нельзя забывать и о вашей личной работе. Преподаватель всегда сделает свое дело и максимально доступно постарается объяснить вам материал, а также ответит на все интересующие вас вопросы. Но вы должны осознавать, что ваши работы должны быть ежедневной, регулярной. Всегда есть возможность при максимальных усилиях достичь того уровня, который вы сами для себя поставили. Из личного примера могу сказать, что зачастую ученик, которому в школе не уделяли особого внимания учителя, которому даже, возможно, ставили тройки, но человек обладал прекрасной памятью, огромным желанием достичь собственной цели. И в моей практике есть такие люди, которые действительно достигали отличных результатов. И, несмотря на свою скромную оценку в школе, они поступили в столичные вузы и учатся на специальности переводчика. То есть, я хочу сказать, что все возможно, так же, как и возможно подготовиться к экзамену, если вы опомнились только в новом году. Но важно трезво оценивать себя, свои силы и понимать, что необходимо будет прикладывать в два раза больше усилий, чем людям, которые готовятся за гораздо большее количество времени к данному экзамену. Я хочу сказать, что волшебства здесь особого нет. Все зависит только от вас и от вашей работоспособности. И вот еще полезная информация для тех, кто собирается сдавать ЕГЭ. В эту субботу, 16 января 2016 года, в 17 часов по московскому времени, я буду проводить бесплатный вебинар для вас, для тех, кто сдает ЕГЭ по английскому языку. Я разберу там такие темы, как первое, как избежать типичных ловушек, которые есть ЕГЭ по английскому языку. Второе, как перестать зубрить теорию и научиться понимать ее. Третье, какие есть эффективные методы работы с разделом письмо, фишки и полезные советы, которыми я с вами поделюсь. И четвертое, как узнать темы, которые будут в экзамене. Вебинар совершенно бесплатный, и все те, кто хотят принять в нем участие, могут это сделать. Правда, количество мест ограничено, и нужно заранее подать заявку. Все условия по участию в данном вебинаре я оставлю внизу под видео. И основная интрига на сегодня это то, что я готовлю спецкурс для тех, кто только что решил сдавать ЕГЭ по английскому языку. Я буду его ввести. Он будет проходить с конца января по конец мая. Все условия и дополнительную информацию будут опубликованы в группе ЕГЭ-ОВ. Я также внизу в описании видео оставлю на нее ссылку. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Я постараюсь теперь выкладывать видео по подготовке к ЕГЭ почаще. Всем хорошего дня! See you later!